книга открытым оком вопрос 4040 том 30 тема церковь как могли все до одного обновленческих храмов вдруг исчезнуть сколько я искал таких священников но так и не встретил куда же они вдруг подевались отвечает Игнатий Тихонович Лавкин суть обновленчества не в служении на русском языке а в бессовестности беспринципности предательстве а теперь посмотрим по этим качествам и увидишь а теперь посмотри по этим качествам и увидишь их на как в каждом храме никого кроме обновленцев почти нет там ныне вот что пишет катакомбный епископ современник обновленцев кавычки открываются настоящее время в нашей жизни есть явления удивительные как будто необъяснимые только благодаря тому что мы как сказал поэт к добру и злу постыдно равнодушны эти явления не волнуют нас таким загадочным явлением требующим особого нашего внимания нужно отнести совершенное совершенное исчезновение в начале 1944 года с лица земли русской так называя так называемого обновленческого раскола причинившего русской православной церкви множество зла еще только вчера обновленцев можно было встретить везде еще только вчера они громко размахивали государственным мечом уничтожая им всех своих противников а уже сегодня явилась нам другая картина обновленцев не стало они исчезли бесследно и сыскать их теперь нет никакой возможности хоть шаром покати даже для музея ни одного не осталось какая идея исчезла так быстро и мгновенно так бесславно и бесследно уже по одному этому явлению можно судить о крепости и силе обновленческих веры и упования сразу они вымереть не могли но куда же они скрылись теперь какого батюшку не спросить все православными себя называют и от обновленчества яростно отплевываются но правду нужно сказать что в настоящее время на свободе существует и открыто с вами могут разговаривать только такие пастыри каких окормляет московская патриархия и именующий себя патриархом всея руси алексий семанский других священнослужителей мы не найдем на вольном российском воздухе кто-то сразу из разных толков составил единое монолитное общество клириков не подверженное каким-либо юридическим прирожением вот эти так лирики и приходят в неописуемые гнев и раздражение когда собеседники подвергают их ультра православия хоть некоторому сомнению попутно мы здесь встречаемся еще с одним явлением весьма чудесного характера у московской патриархии теперь как будто бы нет оппозиционеров то есть каких то есть таких православно верующих которые сомневались бы в православии той самой патриархии и не подчинялись бы ей церковно-канонические деятели из-за правила московской патриархии московской патриархии везде громогласно кричат о том что все вчерашние их враги супостаты покорились им и отдали им свои души в повиновение и в самом деле мы напрасно будем искать на руси открытый храм где служили бы не представители московской патриархии присмотримся же внимательно к этим в кавычках представителям посмотрим на лица пастырей и архипастырей не мимолетным взглядом а поглубже и тогда мы увидим явление не только удивительное и чудесное но и крайне прискорбное для сердца православного внимательное рассматривание клира московской патриархии дает нам безгранично грустные результаты тогда мы увидим что пастырские и свидетельские престолы в московской патриархии с гордым православным видом занимают вчерашние присяжные обновленцы и даже не знаешь кого там больше то ли вчерашних идейных обновленцев то ли так называемых православных сергиан умеющих и невинность соблюсти и капитал приобрести и кажется никогда не найдется такого ученого богослова который мог бы в московской патриархии различить бывших обновленческих деятелей от деятелей сергианских уже задолго до слияния обновленчества сергианством вера народа русского заметила что разницы в жизни и служении богу протеереев как обновленческих так и подчиненных митрополиту сергии никакой нет и вот если мы еще внимательнее присмотримся к духовенству московской патриархии то еще грустнее будет на сердцах наших тогда мы увидим там не только множество знакомых нам обновленческих лиц знакомых как предатели и погубители верных сынов церковных и многих добрых пастырей но мы увидим в московской патриархии и дела обновленческие практику и методику обновленческую о как нам эта практика и методика известны я уже не раз писал тебе объяснял лично дорогой мой что вся сущность обновленчества от 1922 года лежит его без принципности духовной в его самом низком оппортунизме в его без духовности обновленцев не может быть христианского подвига и внутренней свободы веры нашему мысленному взору видится страшная картина мы видим обновленцев не не в должности слуг христовых а в качестве послушного и раболепного орудия дьявольского придуманного им для борьбы с действительностью но что я здесь говорю об обновленцах то же самое необходимо сказать и о так называемых сергианах просеянные сквозь тончайшее сито всем известных органов оставленные для служения в открытых храмах клирики московской патриархии уже давно имеют те признаки обновленчества о коих я упоминал выше некоторые говорят что московская патриархия есть каноническое управление русской православной церкви русской православной церкви в особенности слухи об этом пошли после того как был состряпом 1945 году в кавычках собор церковный но каноничности этого в кавычках собора я уже писал тебе во втором своем письме когда говорят о каноничность о каноничности московской патриархии то мне в то время хочется сказать несколько слов о ее догматичности то есть о хранении ею догматов святой православной нашей веры могут ли предатели и творители иудийного греха быть честными хранителями этих догматов могут ли люди хотя и обличенные священные ризы но в карманах имеющие партийные безбожные членские билеты быть исповедниками догматов православной веры могут ли быть верными христу и его божественным повелением те которые дали клятвенное обещание служить врагам его и раболепно исполняют их какое общение праведности с беззаконием что общего у света со тьмою какое согласие между христом и велиара или какое соучастие верного с неверным второе послание коринфянам 6 глава 14 15 стихи но если мы не имеем даже самой малой уверенности в том что московская патриархия стоит на страже догматов нашей веры то к чему тогда исследование о каноничности или не каноничности еще говорят что московская патриархия отличается от обновленцев тем что не ввела как обновленцы белого епископата а также второбрачие многобрачие духовенства но это не совсем так я сам могу свидетельствовать как беспристрастный наблюдатель жизни сергианского духовенства что она нравственно разложилась так же как и обновленческие клирики нужно знать что сергианство это второе издание обновленчества когда русский народ с возмущением и брезгливостью весь отошел от обновленцев то организатором его необходимо было заменить их чем-нибудь более прилично поэтому появилось сергианство в той редакции в какой мы его наблюдаем его редакторы решили что такие безнравственные вопросы как второбрачие духовенство и тому подобное не следует разбирать на соборах на собраниях и пугать ими православный народ эти редакторы люди хитрые и умные решили таких вопросов возмущающих народ церковный по книгам не проводить и на перекрестках о них не шуметь они прекрасно знали что фактически и тихо без криков эти вопросы уже давно проведены в жизнь оставшегося на свободе сергианского духовенства мне самому пришлось читать письмо присланное митрополиту сергию одним провинциальным протеере сей пастырь писал что он овдовил и решил блудом не заниматься поэтому он сам себя повенчал со своей кухаркой митрополита он просил благословить его на дальнейшее служение в пастырском сане как же это случилось что под вывеской московской патриархии начали свою деятельность обновленческие первой иерархии и обновленческий синод внутреннее перерождение сергианства в обновленчество произошло давно а внешне это случилось так в конце 1943 года и в начале 1944 года обновленцы всякого ранга и чина почуяв у себя на душе внезапно прилив покаяния лавиной устремились в московскую патриархию приносить исповеди своих грехопадений как и они сами там они сотворили перед такими же клириками как они сами призрачность покаяния там они были приняты с восторгами и объятиями конечно искусственными оттуда они возвратились на прежние свои должности с мандатами московской патриархии и начали всех убеждать в своем архиправославии теперь они уже были непрезренными раскольниками от которых все отвращались а служителями московской патриархии сущность которой еще многие верующие не уяснили себе всего труднее объяснить внезапное поголовное покаяние обновленцев перед московской патриархией позыв к такому покаянию сразу опьял всех живо церковников от последнего дьякона до первого иерарха Виталия каялись все сразу а не пожелавший каяться известный Александр Веденский кстати и своевременно скончался объяснить это явление можно только зная происхождение обновленческого расповедания оно не мудро и не глубоко и часто выражается в двух словах что прикажете враг ведущий с церковью христовой ожесточенную борьбу по каким-то обстоятельствам вновь изменил свою стратегию и методы этой борьбы в теперешних планах врагов церковных обновленцы будут использованы уже не в качестве церковных революционеров как самые строгие православные священнослужители отрастившие себе бороды и совершающие встроенные чинопоследования ведь чтобы по приказу каяться нужно совершенно вырвать из души всякого рода убеждения и верования это могут делать только это могут делать такие только люди у которых совесть сожжена или очень покладиста такое явление как безудержное мгновенное поголовное покаяние перед своими вчерашними самыми лютыми врагами дает нам право утверждать что в лице обновленчества мы не встречаемся с заблуждениями церковно-канонического и нравственного характера мы видим ясно что обновленчество было весьма грубой подделкой церковности грубость этой подделки и погубила их но сами обновленцы все же были цены для демонских замыслов поэтому они были направлены как теперь выражаются на другую работу но мы православные должны распознать их маски и личины должны потому что подделки церковные враг производит все более хитрые и тонкие желаю ловить ими даже избранных мы должны знать что обновленцы как угодно могут менять свой внешний вид они вообще как и их хозяева демоны любят очень маскарад прикажут свыше таким священнослужителям обриться и освись я буду сразу все сразу же все стрижены прикажут им свыше бороды отрастить сразу появятся бороды прикажут как теперь приказывают им иконописный благообразный вид принять будут стараться исполнить приказ прикажут в союз воинствующих безбожников вписаться немедленно впишутся ныне они за теорию Дарвина о происхождении человека а завтра могут выступить против нее если конечно прикажут ныне они в своих речах поносят монашество а завтра постригаются в монахи чтобы послезавтра надеть на себя архиерийские ризы но сущность таких в кавычках церковных деятелей всегда одна они верны не Христу и его вечной правде но тому кто может им дать возможность жить вольно и широко и в свое удовольствие когда в 1922 году это в кавычках обновленчество с помощью врагов в церкви захватило в свои руки управление церковью то сначала в нем были люди разных душевных устройств одним обновленцы похвалялись своей идейностью и горячим желанием освободить церковь через справедливость социальной революции белый епископат пресвитерианское управление общая касса доходности и так далее и тому подобное другие искусно и неискусно притворялись обновленцами ради выгод и сохранения благополучия они не хотели страдать и в то же время хотели почитаться людьми божьими и славились своим искусством из воды выходить сухими третьи своим обновленчеством старались прикрыть свои старые политические грехи а четвертые шли в обновленчество только потому что там все прощалось и в особенности прощалось всякое безнравственное жительство потом впоследствии все эти группы обновленчествующих объединило беспрекословное послушание врагам христовым и полнейшая беспринципность в убеждениях еще святейший патриарх тихон писал в одном из своих посланий направленных против обновленческого раскола что у них обновленцев никогда не может быть церковного подвига поэтому у них не могут существовать и появляться мученики преподобные исповедники и другие рабы божие отдавшие только господу все свое сердце и всю свою жизнь у обновленцев нет мистики и что самое главное у них нет нравственного критерия то есть внимание к голосу совести можно быть ты скажешь зачем нам подробно исследовать обновленчество когда оно уже приказало долго жить ведь все обновленцы сами осудили свою прежнюю деятельность если бы ты так сказал то был бы весьма наивен нет обновленцы живые продолжают свою страшную и гнусную работу против церкви христовой кому не видно что покаяние их было искусственным притворным и лицемерным и кайлиста они подобным себе по духу и по делам и теперь под вывеской так называемой московской патриархии работа обновленцев имеет еще более злостный анти церковный характер я тебе даю здесь подробную характеристику обновленчество исключительно потому что такая характеристика имеется и у других в кавычках деятелей московской патриархии православие в московской патриархии это только вывеска для простодушных простолюдинов похоже на то когда на банке наклеена этикетка сахарный песок а на самом деле там лежит яд ведь так называемый патриарх сия россии алексии окружающие его люди в архиерейских облачениях хотя внешне и нарочно то подчеркивает свое истинное православие а на самом деле служит врагам церковным точно так же как и обновленцы если не больше человек с глубокой верой прекрасно понимает зачем нужна служителям московской патриархии пышная наружная декоративная православность он видит двойственность и лицемерие этих служителей он знает что это все тоже обновленчество только гораздо искуснее замаскированное чем это было в 1922 году есть искусные портные которые могут перелицевать хитроумную хитроумно старое платье наподобие нового по отношению к обновленчеству теперь тоже нашелся такой портной обновленческий сенот и всю тошнотворную для православного сознания обновленческую программу он искусно перелицевал и тогда получилось то что сейчас называется московской патриархии мы должны твердо признать что то обновленчество от которого так все православные отплевываясь не умирала и не думала умирать наоборот она в настоящее время захватила видимую так называемую легальную русскую церковь свое управление мы должны твердо знать и помнить эту истину чтобы не подчинить веру свою тайным замыслом врагов христовых действующих через новых обновленцев из московской патриархии печально наша современная церковная жизнь она подделка подмена православия следует одна подделка подмена православия следует за другой и одна другой искуснее лукавия но еще печальнее для нас то что эти церковные подлоги и подделки для многих верующих остаются незамеченными незамечаемыми если православные люди не замечают вкравшегося в их веру врага то это можно объяснить или маловерием или уже уж очень тонкими кознями демонов которые иногда и подвижники благочестия не сразу обнаруживали но нам подмену церкви московской патриархии видно и поэтому а тех маловерных которые еще сегодня познали будем молиться усердно и даст им господь духовный разум к всему познанию а козни вражьи воздвинутые против церкви христовой нужно указывать всем мира неразумевающим их демоны и орудия их в настоящее время при помощи новых методов воздвигли новые гонения на русскую православную церковь это наступление на церковь опять ведет обновленчество еще более тщательно замаскированная под внешне приличный православный облик враги христовы в борьбе против церкви пользовались таким орудием как обновленчество теперь они производят взрывы через московскую патриархию зло не стоит на месте она имеет способность расширяться и расти эту истину можно сказать имея в виду отступничество от христа части бывшего православного духовенства объединяющегося теперь под знаменем московской патриархии эти отступники начинали свою работу с признание справедливости социальной революции и теперь кончают иудиным аллакейством души они начали с крика кесарева кесарю и теперь кончают постыдно отдачи и всего божьего этому кесареве что такое мерзость запустения на месте святого тихомира в своей книге апокалиптическое учение о судьбах и конце мира приводит мнение одного современного нам богослова епископа сей святитель считает что мерзость запустения на месте святом означает павшие недостойное и неверующие священство долженствующие стоять пред престолом божьим в последнее время для нас несомненно что таким павшим и неверующим священством наше время злобные враги церкви воспользовались для своих целей в самом широком масштабе ведь помимо прямого и косвенного предательства всех истинных пастырей христовых и верных сынов церкви помимо уничтожения храмов монашества и монастырей обновленцы от 1922 года а теперь и деятели московской патриархии составляющие с прежними обновленцами единое неделимое тело повинны также сознательном отравлении духа наружу народа нашего и в подмене законной православной иерархии ряженными в архиерейские ризы атеистами обновленчество от 1922 года русской православный народ распознал скоро великого было тогда его негодование но люта была и злоба организаторов этого раскола многим даже простым церковным людям за обличение обновленчество тогда пришлось идти в тюрьмы и дальнейшие ссылки теперь перед нами стоит глубокий мучительный вопрос распознает ли народ новое лицо обновленцев новый обновленческий раскол особенно претендующий на православие после этого лжесобора в 1945 году этот новый раскол очень умно задуман и организован многих не имеющих духовного рассуждения он вовлек свои недра ввиду того что нет теперь на руси других открытых храмов кроме храмов нового обновленчество называемого московской патриархией и ввиду того что церковное противление московской патриархии считается великим государственным преступлением многим стало трудно разбираться где теперь истина христова беда наша в том что плевелы стали очень похожи на пшеницу и что за искание пшеницы дерзновенных ввергает в огненную печь искушений на лжесоборе 1945 года новое торжествующее обновленчество утвердило новое положение об управление русской церкви этим положением народ православный лишён возможности предстать против любых безбожных и антихристианских поступков пастыри нового обновленчества все верующие согласно этому положению должны подчиниться настоятелю прихода не подчиняющиеся должны придаваться в руки гражданских властей как же православному человеку теперь можно распознать похищение его веры и криками и какими методами и способами он может бороться против этого неслыханного духовного насилия трудно это дело очень трудно но господь наш сказал что невозможное у человека возможно у бога прежде всего надлежит нам теперь горячая и усердная молитва пастыри начальнику и совершителю веры нашей господу и иисусу христу не обновленцы не сергианцы не алексеевцы или карповцы ведут корабль церкова им правит и будет править единый могущее все и всех управит ко спасению спаситель мира христос господь сейчас особенно бушует муря буря моря житейского особенно велико лукавство врагов церковных ряженых в ризы церковные и неряженных но мы знаем христову жалость к людям мы знаем его волю чтобы не погиб ни один из рабов его поэтому все верой души нашей будем молиться наставничея спаси нас ибо погибаем распознавать новое современное обновлечество как орудие бесов против веры и упования нашего может только вера чистая светлая вера всего сердца и всей души посему чем более мы будем укреплять внутри себя нашу веру тем больше можем при свете ее видеть ее злодейство и все лицо наших искусственных расколов и весь лукавый обман новых патриархов митрополитов и прочих клириков московской патриархии к стоящему на вершине горы как стоящему на вершине горы далеко видны долины и поля так верующему сыну церкви при свете благодати видны все пути в жизни человеческой и все разнообразные сатанинские выходки для погубления душ христианских и ты дорогой мой крепко храни веру божию укрепляй ее в таинствах церковных благодатью христовой храни священные заветы православия преданные тебе от сами духовными и тогда легко будет отличить благоухание вражьей лжи от благоухания нетленной правды господа нашего помни и мое завещание тебе о том что в наше время особенно опасными врагами веры твоей являются служители так называемая московской патриархии еще раз обновленные обновленцы помни что тебе нужно всеми возможными верами остерегаться их и совершенно избегать с ними духовно нравственного и молитвенного общения не войди в церковь лукавнующих здесь успешно уместно припомнить слова одного современника нам свидетеля христова и исповедника православной веры некая женщина приступила к нему и вопрошала его о том можно ли ей ходить на богослужение в храму московской патриархии зачем же туда ходить ответил ей святитель если нет там благодати христовой который только одной освещается и просвещается всякий человек грядущий в мир но эта женщина не унималась и опять стала вопрошать владыку говоря когда я хожу в открытые храмы то под влиянием тамошной обстановки любимое с детства у меня является жажда молитвы и умиление сердца и на это владыка и ответил если в этих храмах нет духа благодати божественной то там непременно и несомненно есть влияние иного духа противного христу поэтому ваше посещение таких храмов не может принести духовной пользы но вред душе принять вы там вы там можете чувство мнимой духовной теплоты ощущаемая там некоторыми может быть признаком самообольщения в подвижнической аскетической литературе ацы строго предупреждают от увлечения этой духовной теплотой да и можно ли нам грешным почитать себя достойными такой теплоты мы должны искать духовной жизни а духовная жизнь состоит из деяния и видение деянием называют наставники духовной жизни подвиги смирения уничижения самоукорение и искреннее почитание себя при другим не ниже всех хуже всех деяния и то есть прачечная где жестко отмывается наша греховная нечистота всяческим себя утруждением и понуждением путем такого деяния шли все преподобные и все угодившие богу и нам заповедовали только таким путем приступать к божественным тайнам любви божией а видение же происходит гораздо позже после больших трудов приходит под конец нашей жизни когда человек очищенный и просветленные многими трудами бывает достоин вкусить сладость божественных тайн пытливая жена опять приступила к ладыке и опять вопрошала его неужели мне будет грешно ладыка если я немного утешусь зрением церковной обстановки послушаю церковное песнопение исполняемое прекрасным хором увижу ярко освященный храм и в нем множество молящихся людей и опять отвечал есть святители божий разве вы не видите воли божьей в том что ныне не усложди ним до духовными благами здесь на земле надлежит нам спасаться а глубоким чувством сознания себя недостойными принимать их и этих духовных утешений вы напрасно будете искать в открытых храмах там вместо духовного дается душевное астетическое эстетическое наслаждение а некоторые этого они разбирают и принимают его как духовное а ведь за душевным наслаждением и не верующие стремятся не очень больно глядеть на тех христиан которые бегают по храмам в поисках этого эстетического удовольствия мне грустно видеть что у подобных христиан пока отсутствует интерес к основным задачам христианства грустно что эти христиане добычу эстетического удовольствия ставят выше духовного нравственного удовлетворения ведь эти люди еще не озабочены спасением души своей кто же всем сердцем ищет спасения тот ищет только благодати христовой а она пребывает только в истинной церкви христовой таковы были слова упоминаемого нами владыки пусть они и нам послужат руководством к единственно возможному пути к противлению обновленчеству окружившим у нас такому протесту нас побуждает многие обстоятельства не молиться в храмах где служат хлирики из московской патриархии нам дали заповедь блаженные отцы наши славна пред богом и перед церковью прошедшие свой земной путь и стоящие ныне пред престолом его сомни мучеников и исповедников не ходить на молитву в храме московской патриархии нам безмолвно заповедует великий сон архипастыря и пастырей пострадавших и ныне страждующих за веру православную и за неподчинение московской патриархии не ходить в храмы московской патриархии на молитву нас заставляет еще то обстоятельство что служащие там что служащие там духовенство совсем утратила свободу своей веры починила ее врагам христовым и изменила присяги своей даже до смерти быть верными единому господу иисусу христу еще необходимо упомянуть что мы отказываемся от молитвенного и церковно канонического общения с московской патриархии по тем же самым причинам по каким отказаться иметь такое общение с обновленцами от 1922 года храни тебя господь и причистая матерь его для вечной нетленной жизни письмо 4 кавычки закрыты второе послание коринфянам 11 глава 13 по 15 стихи ибо таковые лже апостолы лукавые делатели принимают вид апостолов христовых и неудивительно потому что сам сатана принимает вид ангела света а потому невеликое дело если и служители его принимают бит служителей правды но конец их будет по делам их 2 петра 2 3 и любят из любости и из любости жаня будут уловлять вас льстивыми словами суд им давно готов и погибели их не дремлет прозрение слава это и мое мы все громим пусть в маленьких дамасках мечи свои тарсяни нам куем и мы по-своему кому-то же опасны за поворотом в полдень осияла не каждого небесным озарением блажен с кем вдруг заговорила распятый кого гонимый ласкою а греет еще три дня томится в слепоте как чешуя сползет сползет с нас катаракта прозревшие с верными в собрание будет петь тому иисусу от кого вся святость из путешествий павла чертят карты возникнут общины среди иных племен что до рождения свыше все пойдет на смарку иных хватал теперь же сам пленен сосуд избранный полон для чернил спешит и пишет столько же посланий четырнадцать из них бог дивно сохранил за них вся церковь иисуса славит прозрением с тех пор совсем не удивишь ни близоруких не совсем ослепших на море злобы наступает тишь за ржавленному в горе станет легче а я дивлюсь на павлову решимость противостать петру старообрядцу и на священство волчья что прижилась христос такими многократно распят прозрение лютости поповской не грозит они спроворились торговлей обложиться не крестит погружением ленивец паразит и потому смоковница лишь в ризах листья дымит чадит из храмов едущий фимиам темнее пыли на пути к дамаскам монашество проспало и там теперь ислам в ржаверии традиции под благовидной маской 24 октября 2008 год игнатий лапкин